Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был задан про теплоаккумулирующую печь. В каких банях ее нужно ставить, а в каких банях не нужно ставить. Кто-то говорит, что это печь для хамама, кто-то говорит, что для русской бани, кто-то говорит, что им можно и в сауну поставить. Сауну мы не будем рассматривать как баню, ту сауну по-русски, которую в последнее время сделали с высокотемпературными режимами, потому что в ней париться невозможно. Теплоаккумулирующая печь, она была придумана еще в те периоды, когда у нас стальных печей толком не было. Были кирпичные печи и то не у всех. Чаще это были открытые очаги с большой закладкой камня, где происходил процесс нагрева этого камня. Происходила теплоаккумуляция камнем этого тепла. После этого уже баню проветривали, баню выстаивали и паром начинали догонять нужные кондиции и режимы. И понятное дело, что отсюда и пошло разговор о пользе теплоаккумулирующей печи. Ну, сам факт, когда печь была кирпичная, да, она по-другому не могла работать, как только как аккумулятор тепла. Теплопередача была медленная, топили ее долго. И вот эта вот долгота нагрева, и вроде бы как передача потом мягкого тепла, и пошел разговор о пользе теплоаккумулирующей печи. Но если так говорить, то тогда, как говорится, нужно просто-напросто представить, что у нас существует несколько видов, как говорится, ну даже тут нагревов воды. Вот если вы знаете, у нас есть нагрев воды теплоаккумулятором большой емкостью и нагрев воды скоростником. Это змеевик, где быстро нагревается вода. Для конкретного получения воды горячей это не имеет значения. Имеет значение только для того, чтобы какой источник тепла мы должны дать. Если мы, как в теплоаккумуляторе, даем маленькое тепло длительное время и получаем такой же объем горячей воды. Сколько мы здесь интенсивным нагревом делаем вот этого змеевика и быстрой подачи тепла. То же самое происходит и здесь. Теплоаккумулирующая печь, она медленно нагревается. Единственное, что по топливу она никак не экономична. Она много топлива выкидывает в дымоход. Поэтому при современных требованиях экономии, когда у нас дрова каждый раз растут в цене и скоро нас просто, возможно, даже запретят просто так вот даже дрова брать, а только отходы. Мы будем скоро топиться, возможно, брикетами или еще чем-то. Потому что лес, сейчас уже его не так уж становится много. Он переходит в деловой. деловой использует для всевозможных других изделий. Мы будем топиться отходами. Вот отходы просто так, как говорится, при подготовке для того, чтобы ими топиться, они будут по цене поболее стоить, чем простые дрова. И вот тут встанет вопрос экономии. Теплоаккумулирующая печь в принципе для парения пригодна. Ей с ней парились многие годы и, как говорится, никаких нареканий больших раньше к ней не было. Но по тем нынешним экономическим, как говорится, причинам мы сразу начинаем высчитывать. Вот теплоаккумулирующая печь на самом начальной стадии стоит огромных денег, чтобы ее сложить. Потому что кирпич просто так на кирпич не кладется. Здесь должны быть специалисты. Если, как говорится, у вас нет опыта, то вы еще попадаете на то, что она будет малоэффективна, не экономична. Она будет просто-напросто сама себя разрушать. Значит, нужен специалист. Если вы даже наняли специалиста, любая печь такого типа требует серьезного обслуживания. И поэтому периодически, там через год или два раза в год, или через два года, но эту печь нужно обязательно обслуживать, обязательно с ней нужно производить те или иные действия. И что мы имеем плюс тому, что, как говорится, пара с такой печи мы получаем не так уж и много. Для того, чтобы, как говорится, иметь много пара, мы должны иметь огромную каменку, а это сразу тянет за собой размеры самой печи. И получается, что мы пришли к тому, что теплоаккумулирующая печь — это очень дорогое удовольствие. Это удовольствие не для каждого обывателя, не для каждого человека, и тем более, не для, как говорится, таких вот мелких частных бань. Мелкая частная баня подразумевает то, что в ней должны быть простые устройства, грамотные решения, экономичные решения. Поэтому мы все равно придем к стальной печи. А вот уже с остальной печью давайте, уважаемые, ну просто-напросто, ну не покупайтесь вы простой, как говорится, ну металлолом, который стоит, зашли, о, цена подходящая, или звонят, как мне звонят, что у вас есть самое дешевое для моей бани? Ну что, ну дешевое есть. Ну мы в основном дешевое держим для помывочных. У людей есть просто не, ну, как говорится, не баня для парения, а просто помывочные. Ему просто нужно прогреть помещение, ну нагреть там водичку. Все. Для него, конечно, решение это простая дешевая печь. Та, которую мы называем саунной, конвекционной, там, высококонвекционной. Но как только человек говорит о парении, я тут же говорю, а что вы хотите с нее получить? С этой дешевой печи. Дешевая печь не подразумевает нормальных паровых режимов. Дешевая печь однозначно перегреет вам парное помещение. И тогда вы же сами будете плеваться и говорить, что я, да лучше бы я кирпичную печь поставил. Но опять же, вы говорите о тех деньгах, которые будут значительно выше хорошей стальной банной печи. Поэтому давайте, вот когда мы разговариваем, разговаривать о тех положениях, которые реально вам по силам. Если вам по силам, как говорится, сделать баню, и вы хотите нормальные режимы, так давайте ставить нормальную банную печь. Заходите, спрашивайте, мы вам посоветуем, как правильно подбирать эти печи. И не надо, вот как часто говорят, что мы там, как говорится, хотим вас всех, как говорится, загнать в одни условия. Да нет, не в одни условия. Платите деньги вы. Мы просто рассказываем, что лучше, как лучше, как правильно, и как это будет экономично и эффективно. Не стесняйте спрашивать. Для этого, как говорится, будьте в курсе наших дел, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok